Добрый день! Меня зовут Светлана Комиссарова. Мы с вами в студии Духи РФ. И сегодняшний разговор наш посвящен, очередной разговор, я бы сказала, посвящен теме моды и парфюмерии. Разговор этот на самом деле может быть бесконечным, потому что связи моды и парфюмерии, во-первых, очень прочные, во-вторых, они очень интересны, потому что в свое время, когда мода и парфюмерия нашли друг друга, это дало развитие и одной индустрии, и другой. И очень многие совершения в обеих областях связаны как раз со взаимодействием этих двух прекрасных миров. Сегодня у нас традиционно пять героев, каждый из которых обозначит, проиллюстрирует для нас какие-то судьбоносные события в развитие национальной моды, каждая из которых внесла вклад в развитие общей мировой моды. И начнем мы, конечно, с французов, с Франции и с композиции, которая была выпущена в 1946 году под кутюрной маркой «Карвен». Композиция эта называется «Магриф». Были времена, когда даже в Советском Союзе «Магриф» были одними из самых популярных духов. Не знаю, как-то так сложились обстоятельства, что кому-то, видимо, в нашем внешнеторговом ведомстве очень нравился этот аромат, или кому-то, какой-то жене, кого-то из чиновников он очень нравился, а может быть, просто так сложилось, но действительно он был один из немногих, которые были активно представлены на нашем советском тогда еще рынке. Так или иначе, композиция эта обозначает очень важную веху в истории мировой парфюмерии. Почему? Смотрите, 46-й год, послевоенное время, время, которое в истории моды обозначено как второе дыхание от кутюр. Действительно, закончилась Вторая мировая война, многие старые кутюрные дома не пережили сначала Великую депрессию, потом обстоятельства Второй мировой войны, но зато на их место пришли, знаете, русскую пословицу «святое место пусто не бывает», на их место пришли новые дома моды, среди которых был и дом Карвен. Дом Карвен был образован такой очень-очень-очень хорошей портнихой испанского происхождения, которая жила к тому моменту во Франции. Звали ее на самом-то деле Карменду Томазо, но ее псевдоним был, который она взяла себе творческий, «Мадам Карвен». Вот так с этим псевдонимом она и вошла в историю моды. Прекрасная женщина, прекрасный предприниматель, которая прожила очень долгую жизнь, не поверите, но она умерла, когда ей было 105 лет, второго такого долгожителя в мире моды. Я не припомню, честно говоря, но дело, конечно же, не в этом, а дело в том, что именно композиция «Магриф», моя подпись, стала, во-первых, первой в череде ароматов именно марки Карвен, а во-вторых, в этой композиции отразилась общая ситуация на тот момент во французской моде, во французской парфюмерии. Смотрите, еще до войны, когда заразительный пример Габриэль Шанель с ее ароматом номер пять потряс, так сказать, основы модного мира, и многие кутюрье поняли, что это замечательный путь, очень перспективный, когда модное имя соединено с производством парфюмерии, что это способ и зарабатывать деньги, повышать свою узнаваемость и всячески расширять свою популярность. Но при этом большинство модных домов совершенно не в состоянии были себе позволить иметь а. собственного парфюмера, б. собственное производство, и вообще не располагали средствами для того, чтобы вот это новое, в общем-то, направление парфюмерии, в отличие от моды, это вообще другой бизнес, вот, и никто не чувствовал себе сил таких, как силы, которые были у Шанель, с ее, в общем, финансированием швейцарским. И к началу Второй мировой войны вообще всего две кутюрные марки могли себе позволить иметь собственное производство из собственного парфюмера, это уже упомянутая нами марка Шанель и марка Жампату, больше никто. И вот когда закончилась Вторая мировая война, многие модные дома, кутюрные дома на тот момент находились вот в поиске какого-то варианта, как сделать так, чтобы можно было выпускать под своим именем духи. И к этому моменту лаборатории РУР, знаменитейшей лаборатории запахов, которая сейчас входит в состав концерна Живодан швейцарского, вот лаборатории РУР предложили просто готовое решение маркам. Мы делаем для вас все, мы создаем всю логистику, мы создаем вам аромат, а вы только даете свое имя. Вы, в смысле модные дома, даете свое имя, и ко всем общему удовольствию мы налаживаем этот бизнес, и вы получаете деньги, мы получаем деньги, и все довольны. Вот эта вот схема начала реализовываться как раз вот с таких ароматов, как магриф. Это были такие первые ласточки. Впоследствии это Содружество лаборатории запахов, в первую очередь лаборатории РУР, и кутюрных домов дали дорогу огромному количеству сначала кутюрных, а потом дизайнерских ароматов, и в общем и целом позволили вообще развиваться отрасли парфюмерной. Мы знаем, что сейчас есть целое направление, да, дизайнерские ароматы. Мы его часто ругаем за его всякие неприятные стороны, но факт остается фактом. Такого широкого развития парфюмерия бы не получила, если бы не было вот этого Содружества, взаимной работы кутюрных марок, дизайнерских марок и парфюмеров. И конкретно вот этот аромат магриф просто-напросто сделал Жан Карль, великий парфюмер, который как раз работал в этот момент в лабораториях РУР, и которому мы обязаны и современной классификацией, альфактивными семействами. Он упорядочил это все в свое время. И тем, что он воспитал целую когорту великих парфюмеров, которые впоследствии, в частности, в 70-е годы, радовали нас потрясающими композициями. Это все, в общем-то, были ученики Жан Карля, потому что он много преподавал и много работал вообще для развития парфюмерной науки. И вот конкретно эту композицию для марки Карвен сделал он, и она таким образом стала таким вот олицетворением вот этого начавшегося движения. 46-й год, композиция, которая официально считается цветочным шипром, Ну, не просто цветочным шипром, а совершенно великолепным и цветочным шипром, в котором, на мой взгляд, очень важно присутствие альдегидов. Их здесь много, они волшебные и дают ощущение хрустальности и воздушности. Композиция у меня, вот она, видите, уже в таком... Это достаточно давний выпуск. Сейчас совсем по-другому выглядит флакон. Вообще, Марка уже неоднократно с того момента делала перевыпуски и делала переоформление своих флаконов. Вот здесь он в достаточно таком дешевом оформлении. Вообще, Марка знала всякие времена, и кутюрные в том числе, но до сего времени существует. Флакон – это флакон, оформление – это оформление, а содержимое – это содержимое. Содержимое совершенно волшебное, вообще, на мой взгляд, один из лучших шипров, что, в общем-то, понятно, потому что Жан Карли – это великий мастер. Мы его, в частности, знаем по его работе над ароматом «Шокинг» для «Скипарелли», по его работе вместе с «Полем Ваши» над ароматом «Мисс Диор» и так далее, и так далее, и так далее. Итак, первый наш герой, обозначающий веху такую послевоенную в истории моды и парфюмерии, аромат «Магриф» марки «Карвел». Второй герой родился на свет позже гораздо, а именно в 68-м году. Я рассматриваю этот аромат, который называется «Норелл» от марки «Норелл». Я его рассматриваю как абсолютное сокровище, очень его люблю, одно из таких, одно из сокровищ моей персональной коллекции, потому что сейчас уже такой редкостью, абсолютно раритетом он стал этот аромат. Что он для нас сегодня, в нашем сегодняшнем разговоре, обозначает? Аромат этот американский, выпущен под американской модной маркой, потому что «Норман Норелл» – это дизайнер американский, который вначале работал практически как кутюрье, хотя мы знаем, что в Америке кутюрье не бывает, кутюрье все в Париже исключительно. Но, тем не менее, он действительно работал с нарядами, сшитыми по мерке, в том числе и для многих-многих голливудских звезд, начиная от Мэрилин Монрой, Лорен Беккл, Джуди Гарланд, то есть они все были его клиентками. Имя совершенно незаслуженно ныне забытое «Норман Норелл», при том, что трудно переоценить его вообще вклад в развитие американской индустрии моды. Мы с вами уже как-то обсуждали в наших сюжетах, что американская мода получила такое активное развитие и заявила о себе на общемировом рынке, в общем-то, в послевоенные годы. И одним из творцов этого чуда был как раз-таки Норман Норелл, который начал работать еще до Второй мировой войны. И началом его работы было сотрудничество со студиями, с киностудиями. Он работал для кинозвезд и одевал их в кадре. А впоследствии, когда вот это все кинопроизводство из Нью-Йорка переместилось в Голливуд, в Калифорнию, Норман Норелл занялся модой в нашем понимании. Не модой для кино, а модой для людей. И у него одинаково прекрасно это получалось. Но в сегодняшнем нашем разговоре этот персонаж особенно важен нам, потому что он стал первым американским дизайнером одежды, который выпустил собственный аромат. И это был именно вот этот аромат 68-го года, который так и называется Норелл. Ко всему прочему, он еще и сделан фантастическим парфюмером, также американским, Жозефин Катапано. То есть самая Жозефин Катапано, которую мы знаем по ее работам для Эстелаудер, в частности, Расса юности и Синнабар этой ее работы. Ну и, конечно, по ее знаменитейшей работе для Гелярош, которая называется Финджи. Вот. И вот эта композиция, которая гораздо менее известна, совершенно фантастический цветочный аромат. Вот здесь он у меня в формате духи, как вы видите, с притертой пробкой. Все по высшему классу. Вот запомните, что этот аромат стал первым выпущенным под дизайнерским именем на американском рынке. Все остальное было уже потом. Даже Хальстон, которому мы обычно отдаем эту пальму первенства в дизайнерских ароматах и так далее, и так далее. А вот Норман Норрелл, его сотрудничество с Жозефин Катапано, они были вот пионерами в этом деле. Итак, Норрелл от марки Норрелл, 68-й год. Следующий наш герой – это опять перемещение в Европу, в Европу 70-х годов, 78-й год. Первый аромат марки Валентино. Что он собой олицетворяет в нашем сегодняшнем разговоре? Смотрите, Италия. Мы уже рассмотрели с вами французскую реалию, реалию американскую, теперь Италия. Почему 70-е годы? Потому что именно в 70-е годы итальянская мода стала таким весомым аргументом на мировом вообще модном рынке, на рынке фэшн. Почему не было до этого? Всегда вроде бы были ремесленные традиции, потрясающие в Италии, да, способствовавшие развитию моды. И были дома альтомоды еще до Второй мировой войны в Риме и во Флоренции. Но все это не было индустрией модной. Настоящая модная индустрия итальянская началась, собственно, в конце 60-х, и развитие получило в 70-е годы. Так, к сегодняшнему дню мы знаем, что это одна из основных сил на мировом фэшн-рынке наряду с французами. Вечное сейчас соперничество идет между итальянцами и французами, и соперничество весомое. Почему это именно так сложилось? Потому что именно в послевоенные годы, к 60-м годам, итальянцы смогли в полной мере реализовать возможности, которые им были предоставлены после Второй мировой войны планом маршала так называемым. То есть Италия получила финансирование, которым она, на удивление, при их взрывном характере южном, страна очень здорово сумела распорядиться этим финансированием по плану маршала и соединила вот эти экономические возможности с уже исторически наработанными в Италии ремесленными традициями. Они всегда умели прекрасно обрабатывать кожу, они всегда прекрасно умели делать шелковые ткани, они всегда прекрасно умели делать замечательный качественный трикотаж. Прекрасные обувщики итальянцы. Все это вместе дало возможность при правильном распределении экономическом совершенно создать индустрию мощнейшую в Европе, индустрию моды я имею в виду. И Валентина был в числе тех, кто строил эту самую индустрию моды итальянскую. Вообще-то уже к 60-му году молодой Валентина уже имел не только опыт работы в собственной марке, но уже имел и собственный опыт доведения марки практически до разорения. То есть к 60-му году в плачевном состоянии была, был его марка модная, вот. Но в 60-м году состоялась его судьбоносная встреча с Джан Карло Джаметти, который на всю жизнь стал и его деловым партнером, и его партнером в жизни. Кстати, Валентина буквально в этом году, в мае месяце отпраздновал 90-летие свое. Вот, очень красивый, талантливый человек. И вот с помощью Джан Карло Джаметти он очень хорошо на очень хорошие рельсы экономические поставил свою марку и осознал необходимость к 78-му году выпуска собственного аромата. Вот именно этот аромат мы сейчас видим перед собой, 78-го года, который так и называется Валентино, от Валентино. Сделан он был в лабораториях марки Живодан. Я не знаю персонального парфюмера, который работал с этой композицией, но те самые лаборатории Живодан, которые когда-то были лабораториями Рур, вот они для Валентино в 78-м году сделали эту композицию, фантастическую на самом деле цветочную композицию, о которой сейчас тоже очень, очень мало говорят. Она как-то так в тени осталась. Ну, вообще-то линейка у Валентино довольно большая, но вот эта первая композиция немножко в тени, а очень зря. Цветочная композиция, как я уже сказала. И вы знаете, вот когда слушаешь ее, сразу понимаешь, что такое старая школа. Сразу понимаешь, что такое принципы, по которым работали в 70-е годы. Почему 70-е годы – это десятилетие шедевров? Потому что тогда, с одной стороны, уже опыт большой был у индустрии парфюмерной наработан, а с другой стороны еще был жив вот этот вот творческий запал, который потом в маркетинговых битвах был потерян в 90-е годы. А тогда, что ни аромат, выпускался у дизайнерской марки, то шедевр. И вот один из этих шедевров – это, конечно же, композиция Валентино 1978 года. Наш третий герой. И из Италии, из Европы мы перемещаемся в каком-то смысле в Японию. Вы знаете, что сегодня японский модный рынок – это японская модная индустрия, это очень весомая сила на мировом фэшн-рынке. И главные, пожалуй, два персонажа, с которыми связано вообще появление, открытие, что ли, европейцами и вообще остальным миром японской моды – это, конечно, два человека. Это прежде всего Йоджо Ямамото и Реи Кавакуба. Реи Кавакуба, которая создала марку, которая называется «Comme des Garçons», и аромат которой мы в качестве четвертого своего героя сегодня рассматриваем. 1994 год. Реи Кавакуба задумала выпустить собственный аромат. К этому моменту марка уже была очень известна на европейском и вообще на мировом рынке. А началось-то все в 1981 году, когда два модельера японских – Йоджо Ямамото и Реи Кавакуба – привезли свои коллекции, чтобы показать их на неделе «Прет-а-порте» в Париже. Надо сказать, что событие это было связано с огромным скандалом. Пресса встретила абсолютно в штыки то, что она увидела на этом показе, потому что вся эстетика была совершенно другой. И модные критики в очередной раз продемонстрировали свою неспособность оценить с первого же раза что-то, что очень отличается от привычных каких-то вещей. Действительно, было очень много разговоров, были такие нелестные эпитеты в публикациях, как «это что-то такое», «какие-то ошметки, а не одежда», «это что-то такое, что осталось после бомбежки Хиросимы» и так далее. Ну, в общем, в таких тонах, в черных это все обсуждалось. И что вы думаете, понадобилось буквально несколько лет, чтобы все просто в низком поклоне, все те же самые критики склонились перед Йоджи Ямамото и Рэй Кавакоба, потому что их предложение, их эстетика, которая в 80-е годы, конечно же, входила в абсолютное противоречие с таким вот трендом основным, да, 80-е годы, вспоминаем, да, сериал «Династия», сразу же вот эту вот эстетику, всего слишком много, все слишком яркое, и вот вдруг сквозь это на пике, да, прорастает совершенно что-то другое. Монохромная одежда абсолютно с другими конструкциями, незнакомыми совершенно, и с тех пор ни Йоджи Ямамото, ни Рэй Кавакоба совершенно не сошли с этой дороги такого своеобразия, что ли, модного, но при этом и один, и другой в какой-то момент пришли к необходимости работать с ароматами. Почему я говорю «пришли к необходимости»? Потому что вообще-то Япония, вы, наверное, знаете, что Япония – это не та страна, в которой активно увлекаются ароматами. То есть это такая не очень благополучная для парфюмерии вообще страна, то есть очень специальная такая. Но Рэй Кавакоба, у которой есть штаб-квартира в Париже, конечно же, и, кстати, она много достаточно времени проводит в Париже, для нее был важен, конечно, европейский рынок. И если одежда Рэй Кавакоба – это вообще такое воплощение, экспериментаторство с формами, это искаженные фигуры, это какая-то новая выразительность, которая вот ей-ей-ей-ей-понятно, всем остальным часто не очень. В общем, это действительно что-то совершенно новое, то внутри конструктивно эта одежда всегда фантастически сделана. Она в очень большой степени, эта одежда даже в ее варианте «Прет-а-порте-де-люкс» сделана вручную, и очень много операций там сделано вручную. Сумасшедшие посадки просто вещи, которые могут искаженными смотреться снаружи, но внутренняя конструкция всегда сделана по высшему классу. Но для работы на мировом рынке законы общие, экономические для всех. Есть модная марка для того, чтобы развиваться, ей нужно парфюмерное направление. И вот в 1994 году Рэй Кавакоба решает сделать аромат, и поскольку она и сама человек мира, безусловно, то есть работает и в Японии, работает в Париже, и вообще, так сказать, у нее глобальное видение такое, то и создание аромата было поручено тоже абсолютному человеку мира от парфюмерии. Я говорю, конечно, о марке Бакстоне. О марке Бакстоне, который благополучно и живет, и работает и в Англии, и в Германии, при этом прекрасно говорит по-французски, выглядит тоже, кстати, очень по-французски. Вот, и очень интересно работает. Вот могу вам сказать, что в непосредственном разговоре с Марком Бакстоном в одном из своих интервью, я от него услышала такую фразу, что он вообще считает одним из самых лучших ароматов, вообще существующих, свой собственный аромат, который он сделал в 94-м году для марки Comte de Garçon. То есть вот этот самый аромат, который относится к шипрам, который звучит как такой очень, такой острый, острый шипр, знаете, такой без заигрывания с цветами, без заигрывания с чем-то еще, вот такой шипр в чистом виде, знаете, действительно очень интересная композиция, которая с 94-го года не потеряла вообще своей оригинальности и привлекательности, налитая в очень соответствующий имиджу марки флакон, потому что вот это такая неправильность формы, смещенность пульверизатора. Ну, я думаю, что неоднократно уже это обсуждалось в разных сюжетах здесь, поэтому отдельно на этом останавливаться не будем. Для нас сегодня важно, что эта композиция обозначила такую веху, когда Япония стала действенной силой и на фэшн-рынке мировом, и на рынке парфюмерном, в парфюмерной индустрии тоже. И, наконец, наш пятый герой связан с своей судьбою и с Францией, и, безусловно, с Англией, потому что речь идет об очень английской марке, о именной марке Александра МакКуина, одного из самых талантливых, самых непредсказуемых, самых обсуждаемых художников кутюрье и художников прет-а-порте 90-х годов, безусловно. Александр МакКуин со своих еще таких практически студенческих работ очень широко обсуждался, о нем всегда очень много говорили. Это один из немногих модельеров, кто, например, совмещал и учебу в колледже Святого Мартина, и преподавание там же. Потому что до того, как появится в этом учебном заведении, он уже прошел свои университеты портновские на Севил-Роу. То есть он абсолютно человек, умеющий сделать одежду своими руками, в отличие от многих модельеров, которые могут там хорошо рисовать, но при этом абсолютно не умеют работать с тканью. Вот, это противоположная ситуация. То есть Александр МакКуин – это англичанин, который к 96-му году получил приглашение от одного из великих домов французских возглавить отделение от Кутюр. Это дом Живанши, как вы знаете, в Аслет Гальяно. Он пришел туда, когда Гальяно переместился в Диор. Вот это, в общем, вызвало тоже очень-очень много разговоров. Но к этому моменту у него уже существовала его собственная английская марка, его собственный бренд, который так и называется «Александр МакКуин». «Александр» – это второе его имя, потому что вообще-то его имя такое в быту ли. Вот, но как один из друзей ему сказал, ты же не борец, поэтому тебе нужно какое-то имя более благозвучное. И он взял свое второе имя – «Александр». На самом деле, Александр МакКуин, как мы знаем, достаточно небольшую прожил в жизни. Он добровольно ушел из жизни с 40-летним, но к этому моменту уже успел потрясти, так сказать, основы модного мира и был, повторюсь, одним из самых обсуждаемых вообще художников. Безусловно, английская модная школа дала миру очень много интересных художников, по большей части таких нонконформистов, таких людей, которые протестантскими такими, в смысле от слова «протест», идеями знаменитые, ну, скажем, тот же самый Джон Гальяна, или та же самая Вивин Вествуд, или такие прямо классики-классики, как Пол Смит – это все. В общем, английская мода, Мэри Куан с ее мини-юбкой. Ну, то есть много всего английская мода дала миру и мировой модной индустрии. Но Александр МакКуин, конечно, стоит особняком в этом мире, потому что такие художники с таким масштабом таланта достаточно редко вообще рождаются в мире. Я думаю, что вполне уместно его сравнение по степени гениальности с французом Ива Сен-Лораном. Вот они, в общем, где-то, да, их дарование такое соизмеримое, если вообще возможно сравнивать художников. И вот к 2003 году Александр МакКуин созревает с идеей создать собственный аромат. И вот этот вот аромат запускается, который получил название «Кингдом», то есть королевство. Как вы понимаете, в названии аромата была игра слов, и обыграна была и фамилия Александра МакКуин. Сам аромат был создан Жаком Кавалье, и был создан вот этот замечательный флакон, который в определенных проекциях может нам напоминать и такое яблоко соблазна, и, конечно, сердце. Это все сразу видят, что это такое пылающее сердце. Прекрасное совершенно оформление, и прекрасная композиция, такая в меру восточная, в меру цветочная. Потом линия продолжилась, всегда интересно оформленные флаконы, но вот мне кажется, что превзойти этот аромат в смысле оформления не удалось ни одному из последующих ароматов, просто потому, что здесь, с одной стороны, все очень сдержанно, а с другой стороны, все потрясающе выразительно. Для Александра МакКуина вообще было очень свойственно добиваться такой выразительности, которая, может быть, недоступна была никому другому. Что касается самой композиции, то вы, наверное, замечали, если вы знаете вообще аромат «Кингдом», то вы, наверное, замечали, что в последующие годы, вот после 2003 года, очень многие европейские марки выпустили композиции, которые так или иначе «Кингдом» повторяли. То есть она, эта композиция, сразу же продемонстрировала свою такую, свою перспективность и коммерческую, ну и творческую тоже. Но для нас особенно важно сегодня было упомянуть эту композицию просто для того, чтобы упомянуть человека, который создал марку Александра МакКуин, и который потрясающе внес вклад вообще в развитие мировой моды своей такой недолгой, но очень яркой жизнью в моде, в творчестве, еще одну краску добавил вообще к такой вот палитре английской моды. И для того, чтобы его почерк прочувствовать в парфюмерии, стоит хотя бы с вот этой композицией познакомиться непременно, если мы с ней еще не знакомы. Таким образом, пять стран, пять героев, пять ароматов, которые обозначили важные определенные вехи в развитии и мировой моды, и мировой парфюмерии. У меня на сегодня это все. С вами была Светлана Комиссарова. Всего вам доброго и до следующих встреч! Субтитры подогнал «Симон»!